Альхамду лилях 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 Золото на ту же пшеницу Это же разные То есть мы сошл asked Мы делим Тогда что нам Из рук в руки Но как хотите правильно он говорит Зук в руки Но как хотите как хотите Там уже килограммы не имеют Вы можете 5 за 1 килограмм поменять Тут проблем у нас нет И из этого хадиса Ученые разделили категория товаров на сколько Сколько вариантов товаров Две группы какие aczyния Первое. Вес такой. Ну, общий у них все. Вес важный, да, правильно. Вес у них все. Первая группа в чем входит сюда? Золото, серебро и еще. Что мы постоянно используем? Деньги. То есть, что это? Это платежеспособность предмета. Платежеспособность предмета. И вторая категория? Это еда, это пища. И еще третья категория есть. Все остальное, что встанет входит? Все остальное. И в первых двух у нас что может быть? Реба. А в третьем может быть? Нет, в третьем не может быть. Холодильник на успех меняем. Запись проблем. Как хочешь менять. Хочешь сегодня, никаких проблем нет. Тут сегодня мы с тобой договорились, поменяли. У нас там реба быть не может. Эти группы, они не ходят. Поэтому условий там не ставятся. Тогда давайте первый вариант. Да, вот мы это освежили, аль-хамдуля. Первое, это что у нас? Обмен вещь на вещь, в которой что? Отсутствует ребовие. То есть, отсутствует проблема с реба. Отсутствует проблема. И поэтому что здесь? Полный халяк. Никаких условий не ставится. Ну, пример какой? Холодильник на успех. Холодильник, да, аль-хамдуля. Дом на машину, маршала, маршала. Тут никаких условий не ставится. Никаких. Вот как договорились вы, ну, нравится человеку дом на велосипед поменять, но никакие проблемы. Да, пожалуйста, пусть меняет. Это его право. Его дом, а того велосипед тот будет отчасти, и этот тоже отчасти будет прыгать, не шала. Здесь, поэтому, никакие условия не ставится. Второе. Что? Обмен. Одна из вещей какая? Конечно. Ребовит. То есть запрет. В ней может быть ряба, в ней может быть ряба. И тогда что у нас тоже получается? Купит машину за деньги. Тогда здесь что получается? Халяль. Халяль. То есть что? Никаким условий опять не ставится. Меняете, проблем нету. Меняете, тут проблем нету. Как хотите, в каких хотите пропорциях. За машину ты можешь поменять вагон лука, того же. Проблем нет. Может быть машина там стоит, она такие деньги, там, Ferrari какая-нибудь. Что нам, большие деньги стоит, пожалуйста, она стоит 10 вагонов лука. Нет проблем. Уже сами вы договорились, тут никаких проблем нет. Третий вариант у нас, обмен, что? Лук продуктов, содержащих лимон, но имеющих разную стоимость. Да, разные, гылья, разный запрет, разные, гылья, разный запрет. То есть, например, купить лук, правильно. Здесь, что тогда здесь получается? Первая категория, где платежеспособны деньги, а вторая, это пища, которая... Это третий вариант, да, у нас? Я напоминаю, третий вариант. Подумайте, что здесь может быть. Ничего здесь не может быть. Никаких запретов нет. Нет тут условий, нет запретов, не путайтесь. Нет запретов. А вот у нас три категории халяльные. Три категории халяльные. Вот поэтому фиксируйте, три категории халяльные. Человек может торговать, пользоваться этим, никакие проблемы у него не возникают. А вот среди двух остальных предметов, четвертый, пятый, здесь надо быть осторожным. Здесь надо быть осторожным. Четвертый, что? Две вещи, по-либо, одинаковый запрет. Гылья, одинаковый запрет. Мы так записали, но ничего, одинаковый запрет, да. Тогда что? Что, например? Золото на серебро, машала, да. Рубли на доллары. Правильно, может быть? Может быть. У них же один запрет. Здесь может быть. И тогда здесь в каком условии? Здесь какая может быть рыба? Реба на сия. Правильно. Реба во времени. Значит что? Из рук в руки. Моментальная сделка. Если отложили, все, в рыба попал человек. Почему? Потому что может цена изменится, курс изменится. Любого права. Того же лука может, да, с хозяином скажет, за 4, за 15 хочу продать. И так далее. Если же он потеряет, вот это вот копейки, когда он потерял, это и будет рыба. Человек попал в рыба. Поэтому осторожен надо быть. Вот многие тут не знали, деньги отправляли, вопрос выяснили. Отправляли деньги в банки, да? А в пятницу отправили, человек по недельник получает. Говорит, рыба. Все, человек по рыба попал. Курс поменялся на 2 копейки. Вот 2 копейки у тебя есть харамный, который огонь горит там. Поэтому нельзя. Аллах что сказал в Куране? Объявляет войну за это. Правильно? Мандалили брали уже. Только за рыба такие слова встретятся. Поэтому это очень жестко. Следующий вариант, пятый. Из одной группы. Что значит? Что может быть? Золото на золото. Все ребенок себе было. Деньги, рубли разменять. Да? Правильно? Рубли разменять. Могу? Финики на финики. Могу? Могу. Здесь сколько будет рыба? Какие условия? У нас условия будет. И это анонсия получается. Отправим. Почему? Поскольку нужно другое, чтобы это приходилось в равном количестве. Правильно. Тут и 2. Тут сразу 2 мы видим. Если мы одинаково на одинаково меняем, мы должны одинаковое количество поменять. Килограмм на килограмм и моментальная сделка. Если одно из этих условий не соблюдается, все, человек упадает в рыба. Человек упадает в рыба, деньги ухарам. Сделка недействительная. Сделка недействительная и брака такой торговли не будет. Им надо делать то, мы говорили, раздавать свое имущество в качестве очистительной милостыни. Да, поэтому надо быть очень внимательным. Если меняем что-то, бывает в жизни, так меняет человек. Золото. Мы сегодня будем разбирать этот вопрос. Золото, иншалла. И вы увидите тоже, что говорят ученые по этому поводу. Поэтому главное, что вы должны запомнить, в этой самой пятой опасной. Из рук руки и равное количество. Из рук руки и равное количество, иншалла. Красивили, да? Так, мы разбирали вопросы связанных с рыбой. Эта тема очень большая, братья. Всю, конечно, мы ее осветить не сможем. Но, иншалла, такие значимые моменты постараемся взять, на которые есть ясно-четкие фатва среди уляма. Потому что там мнений тоже очень много. Мнений очень много. И мы должны опираться на мнения ученых, не на свое суждение. И мы разобрали много вопросов, альхамдуля. И домой я говорил, что подумали над таким вопросом. То есть, есть у каждого карточка, да? Например, Сбербанковская карточка, там, виза. Он, человек, пользуется этой карточкой. И сейчас есть такие услуги банка. Мы говорили уже, помните, да? Что класть деньги в банк, что это? Говорят ученые. Это харам. Запрещено, потому что они пользуются процентами. Но когда человек вынужден, у него негде хранить. Или сейчас детские деньги перечитают многим. Именно они требуют, да, муниципалитеты. Вот эти карточки Сбербанковской, сберегательной книжки. Там уже некуда деваться. Человек под принуждением, поэтому заставляет, он берет. Но бывает так, что он открывает счет. И за счет там на проценты не капает. Он платит банку деньги. 30 рублей стоит обслуживание вместо этой карточки. И банк собирает. Ну, банк тоже выгодно. Миллион там у него таких, да, больше таких. Ну, скажем, миллион клиентов по всей России по 30 рублей. Он уже 30 миллионов у него в кармане есть. Хотя там сумма, конечно, больше, людей больше. Ему выгодно. Но мы часто встречаемся в такой ситуации, когда ты покупаешь через карту. Бывает сейчас в многих магазинах есть терминалы электронные, где ты используешь карту. И за это тебе начисляются баллы. Как быть в этом случае? Можно или не можно? Можно брать это, использовать эту карту? Или нельзя ее использовать? Что с этими баллами делать? Вот кто может сказать? Ну, подумайте головой. Поэтому освежили сейчас. У вас немножечко должно там. Что в этом случае? Можно использовать? Что с этими баллами делать? Можно их использовать или нет? Как вы думаете? Можно вопрос, а что такое баллы? Нет, тебе дают баллы. Вот на то, что ты картой пользуешься, банк, чтобы привлечь тебя как клиенту, чтобы тебе сказать спасибо, это называется даже, я видел там рекламные счета, спасибо от Сбербанка, там они говорят. То есть они тебе баллы начисляют, потом приходишь в какой-то магазин, и за эти баллы там можешь ты вещи, например, или же сувенив, подарок. Что в этом случае? Я на карте Аэрофлот-комп. То есть я на карте Аэрофлот-комп, то есть я на карте Аэрофлот-комп. Вот, вот. А эта карта у тебя Аэрофлотская или какая? Или это банковская? Ну это банк, все, понятно, ну это банк. Аэрофлот-то другая тема, тут самое главное нам банк интересует. Вопрос, потому что Аэрофлотом там уже будет другая ситуация. Что в этом случае? Как думаете? Деньги положишь, это они как бы тебе должники будут, а ты не можешь из своего долга форума, а если это как форума, то есть банк. Ну, аль-хамду-ля, мнение еще? Мне кажется, что долго нет, что это такая же ситуация, когда, допустим, в магазине, что, допустим, лень, дают с самого начала бесплатно карту. То есть это просто скидка, да, с Масхаляйцем. Машалла. Я закладываю, еще? Слушайте, что Аэрофлот, потому что банк, не именно банк, это банк в Аэрофлоте, и они, значит, не прибавят, уже начисляют. Ну, мнение, все. Мы тут работаем, сказать, на то, и чтобы у нас в голове это откладывалось. Человек, когда он думает, у него в голове откладывалось. Здесь вопрос, он сидит, он спать начинает. Просто взять, вот именно, если чисто не упало, вот это просто взять, и просто с личными, и дать просто доказать. Ну, это не факт, что деньгами у тебя будет. Я же не говорил про деньги. Ну, зачем ты в свой карман, ты будешь деньги-то еще тратить? Вопрос. Ну, вот что сделать-то? Как их поменять, может, или что? Вопрос стоит вообще, подождите. Они халяли или нет? Мы с этого должны отталкиваться, а потом уже будем их использовать. Вы сначала скажите, докажите, вот мы взяли риба, все условия риба взяли, да? Запреты, хадисы, аяты, я приводил все. Халяль или харам? А потом человек думает, ага, харам, значит, так да. Халяль, проблем нету. Все, вопрос может сам сам решиться, когда он узнает, что это халяль или харам. Как? Ну, конечно, да, это харам, субханаллах. Это же харам. Правильно сказал первого Дот Худо, говорил Иран Мил, что это же взаимодействие клиента с банком. Что делает банк, когда берет у клиента деньги? Он берет их в долг. Он берет их в долг. А что мы говорили? Любой долг, который приносит пользу, он харам. И эти баллы, они твоя польза с твоего долга. Ты же им дал деньги не просто так. Что ты у них купил за эти деньги? Какую? Деньги. Подожди, ты услугу каждый месяц платишь им 30 рублей. Вот эти 30 рублей ты покупаешь услугу, а тысяча твоя, которая на этом, что ты купил на эту тысячу? Ничего, ты дал в долг банку. И поэтому ты при любом удобном тебе моменте, ты имеешь право требовать с него, правильно? А если бы это твои деньги не были, как ты их требовал? Это долг банку. А раз это долг, ты требуешь свои деньги. И никто, никаких противоречий нет. Ты идешь и держишь, это мои деньги, дайте мои деньги. Вы взяли мои деньги. Я вам дал свои деньги. Дал. Значит, ты им дал в долг. И банк работает. Почему? Что он запрещает? Мы же разбирали на той неделе очень подробный вопрос. Потому что банки крутят ваши деньги. И там будет риба. В любом банке, ну кроме исламской, ну здесь нет исламской, мы говорим про нашу жизнь, там в любом банке есть процент. И это харам. Это там, потому что твои тысячи банк постарается сделать себе еще там 100 рублей заработать. Он вложит куда-то, что-то кому-то даст, кредит, стоишь денег. Кто-то будет возвращать проценты, а не процент перекинут тебе. Там, в общем, там большая такая путаница, но факт то, что они будут твои деньги крутить и постараются из них получить прибыль. А когда ты придешь к ним, поэтому и программы в банке есть. Посмотрите, на 6 месяцев кладешь, там у них такой-то процент. На год кладешь, у них такой-то процент. На 3 года такой-то. Потому что банку выгодно. Чем больше твои деньги будут лежать в банке, тем больше они сделают оборот. Они оборот, они долгосрочные какие-то акции купят и так далее, они больше прибыль получат. А если ты, как они говорят, блиц положил на месяц, то за месяц еще он заработал банк. Ну рубль заработал, ну два. Да, ему тоже выгодно, потому что в стране таких много. Но много он не заработает. И поэтому программа там отличается. А 30 рублей, которые ты получишь в месяц, это и есть покупка услуги. Вот хранение ты уже за это заплатил. А тысячу ты даешь в долг. И тебе начисляют баллы. Все, это харам. Это харам. Мы сказали, что любой долг, который несет пользу, он запретен. Любой долг, который несет пользу, он запретен. Если фанал на машине, тебе брат не может подвозить, который тебе дал в долг деньги. Потому что с его стороны это будет услуга тебе. И ты уже от своего долга получаешь дивиденды. Даже в виде этого. Даже в виде того, что он тебе принес торт. Как же ты можешь с банка брать баллы? Нет, это невозможно. Смотрите, что говорит Ульяма. И фатва номер 147 775. Кся хвала Аллаху, если человек вводит деньги в банк и использует эту карту, то он одалживает деньги банку. И поэтому нельзя брать подарки или вознагражение за сотрудничество. Так как эти подарки являются вознагражением за кредит. И они относятся к словам. Каждый долг, каждый заем, приносящий прибыль, это риба. Это риба. И Шейху Люсаймин был спрошен. Что вы думаете о счетах, которые не являются сберегательными? Они лишь оханяют деньги. Вот в нашем случае. Если положил под процент, это само собой понятно. Там вообще не обсуждается. А здесь, в нашем случае, банк просто охраняет наши деньги. Мы уже разбираем этот вопрос. Человек боится дома держать деньги. Студент или еще пенсионер, думает, ограбит. Он кладет в банк. Исламских нет. Он вынужден этот банк положить. И вот у Шейху Люсаймина спрашивают о счетах, которые являются лишь охраняющими. Пока они не понадобятся хозяину. И банк выдает призы и награды в соответствии с количеством денег, положенных в банк. Что вы думаете о карте вот этих и подарках, которые выдаются банкам? Или же что-то в Сауде происходит с саудовскими авиалиниями, которые работают с визой? Которые работают с визой. В данном случае это похожая ситуация, да, как у Равшана. И он ответил. Размещение денег, расставщический банк, когда нет необходимости, братья, внимательно будьте, когда нет необходимости, я подчеркиваю эти слова, является харамом. Поэтому если у вас деньги лежат в банке для удобства, что так модно, электронно, престижно, это все харам. Это все харам. Тогда, как у вас, если есть на это, почему этот вопрос поднял? Потому что многие пользователи не думают, это удобно, это стало цивилизацией, на самом деле это харам, мусульманам делать нечего. Если тебе переводят деньги, я говорю, бывает детские деньги переводят. У самого такая ситуация. Меня заставили открыть счет, принести сберкнижку или пластиковую, по-другому они деньги не переводят. Тогда да. А если есть другой способ получить эти деньги, даже выстоять эту очередь и постоять два часа и забрать, так и нужно делать. И поэтому шея говорит, если без надобности ваши деньги находятся в банках, это харам. Это харам, нельзя их там держать. Запрет, говорит, усиливается. Еще больше запрет. Если в стране имеются также исламские банки. Но у нас нет для Сауди фатфа. Неправильно мусульманину принимать подарки от расставсического банка в обмен на счет. И это является разновидностью риба. Если только человек не берет подарки, чтобы избавиться от них, как брат тоже предлагал, правильно, так как у него нет другого выбора, кроме как открыть счет. Вот что он открывает, ему говорит, вот еще мы тебе подарки дадим, ну куда он денется? Он должен что-то с этими подарками делать. Они его принудили, как тоже шейх Усаймин говорил, с проклятием принимайте и платите из страховки налоги. И мы должны даже и поступать. Примудили они его. И еще ему дают подарки, да, типа, ты такой молодец. Что ему делать? И он вынужден брать. И кредитные карты, выпущенные расставсическими банками, являются абсолютным харамом, говорит, абсолютным харамом. И те, которые называются исламскими, но основаны на измененной сделке. Есть такие исламские банки, типа, но очень умные, хитрые. Когда деньги кладут на кредитную карту до того, как начать тратить деньги. То есть он хочет тратить деньги, да, но сначала он положил туда, хотя он мог эти деньги потратить. А решил открыть и потом с этой карты тратить деньги. Хотя никто ему не мешал взять деньги с кармана и купить. Там человек дом строит, кирпичи пойти. Нет, он решил пойти в банк, положил деньги на счет в банк, это кредитную карту, а потом ей расплачиваются кирпичи покупать. Вот это тоже харам. Вот это тоже харам, этого делать нельзя. Вместо того, чтобы тратить деньги с карты, оплатите им то, что должен, говорит, шейх. Подобно карте, кредит называют свои банки здесь И карте Американ Банк, что тоже является харамом Поэтому внимательно будет Если у вас нет нужды, снимите этот день, закройте счет Потому что то, что вы делаете, это харам Это харам, это вриба Попадает вриба Помните, хадис, тот, кто дает, тот, кто берет, кто-то записывает Тот, кто свидетельствует Все сути одно, сказал Аллаху, и все будут прокляты кем? Аллахом, языком Мухаммада в день суда Сказал посланник Аллаха, саллаху, алейхи, салям Поэтому такие вещи мы должны избегать Если человек не под принуждением Аллаху известно лучше, Аллаху известно лучше Поэтому тут и говорят дальше Вам следует избавиться от этих подарков Раздав их бедным и нуждающимся Или на общественные проекты какие-то Но, братья, это не является садака Не думайте, что вы взяли подарки, раздали, а садака сделал Никакое это не садака Это считается избавлением от харама Ты просто от харама избавился, но тебе как садака не записывается Смотрите, какое жесткое требование И насколько тяжелые условия, что даже деньги эти садака не считаются Потому что Аллах благое принимает только благо А эти деньги харам И поэтому, видите, просто ты камень с шеей своей убираешь Отдавайте деньги То есть, вот будьте внимательны на такой вопрос Следующий момент Такой, да? Ну вот покупаем машину, продаем другое имущество Вот такой момент Задают вопрос шейху Один из родственников моих попросил мою машину с целью продать ее Тоже думайте головой, да? И пообещал купить мне более новую модель через 6 месяцев Он убедил меня, что это не риба Потому что мы не договорились, какую именно модель он купит Какое правило в отношении этого? Допустимо это И если это недопустимо, то что мне делать? Пожалуйста, говорит, учтите шейху Что он продал мою машину по низкой цене Я бы не стал ее продавать за эту цену И он не может ее вернуть обратно Этот случай произошел 4 месяца назад То есть человек, два родственника, два брата Один говорит, давай я на рынке торгую машинами Твою машину продам Через 6 месяцев мы тебе новую машину купим Тот ему дает, он продает по низкой цене Ну что, быстрее избавиться И тот это увидел Ему не понравилась даже цена, пока он продал И теперь, через 2 месяца 4 месяца прошел с этого момента Через 2 месяца он должен купить ему, его родственник, новую машину Что в этом случае? Как это сделка? Халяль, харам? Как вы думаете? Совсем, да? Запутал, нет? Почему? Там уже попадает, меняется, он попадает на деньги Кто попадает на деньги? Он, как раз он сделал, продавал И, наверное, он не успоя справится Что-то будет делать, там, вот, куда-то 10-10 тысяч И, на неделю Катешок себе продает Потом со своей же деньги А потом, что бедет Покупает дорогу и машину И отдает парт И, 5 лет Угу, Машал, джазаклахарин Еще? Напомню, мои большие зарядки Только, все самое непонятное Неопределенный срок Это то же самое, что вот машины продают Не, 6 месяцев, как неопределенный? 6 месяцев он был 6 месяцев, он по этому, говорит, 4 месяца прошло Через 2 месяца он должен Цена неопределенная Ага Да, он сказал, что отдаст лучшую машину Условие, он сказал, что Ну, машина там была, например, ну, скажем-то, да Ну, приора там, популярная сейчас, да В 2000 году забирает И говорит, я тебе 12-го года подгоню А сейчас 13-й уже год Все, да, просто, что изменилось? Вот изменился, да Пробег, конечно, изменился Вот Да, что значит Все, говорится, риба-харам, да? Потому что он не стал еще топливником И начинает договориться Как? Он же ему разрешил Ему собственник разрешает Ко мне пришел мой брат Он меня спрашивает Он же без мягкого спроса Нет? Он становится кем моим? Мы этот вопрос разбирали Кем он будет моим? Доверь, дай ваку Только не вали У мужчины вали нету Вакиль Представитель, правильно Он продает машину Какие проблемы? Я разрешаю Любому человеку могу сказать Продай, я тебе столько заплачу Он будет моим вакилем Нет проблем в этом? Я купил машину Я знаю Кто купит машину? Да, через 6 месяцев Известный Срок известный Для человека И буду вам Хорошо Мне кажется, что я Сделал машину А Один день Поститут Для Казанных Мусс Проверну Кто Катает Кто Лучшим образом И он Просто отдал Долго Он ему Понадобные Дмитрия Продал А долг Отдал Лучшим образом Тебя заколыхаем Что? Можно угрозить? Да, да Конечно Мы с этим и работаем Долг Лучшим образом Это было спонтанное решение Чтобы не было Долг А здесь заранее Говорено Конечно Что-то хадис Это не подходит Конечно Потому что долг Лучшим Вы не путайте Сейчас все в ребра Влезете Субханал А я отвечать еще буду Долг лучшим образом Отдается Когда Когда у вас Кто вам дал долг Он не просит А вы решаете Нет у вас вещи Вы отдаёте сами лучше А он вас не просил И профессор Саламу 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 Хотя его Кредитор ему Ничего не говорил А если в начале Это оговорим условия Совсем другие условия У нас И сделка Совсем другая будет А в чем тогда Заключается риба Если он не в начале Помните англ риба Или же риба джахилия Когда Когда это риба джахилия Забыли наверное Риба джахилия Это было у арабов В конце Когда человек отдавал долг Араб ему говорил Ты использовал мои деньги Я в зацет потерял То-то Ты мне еще должен Столько-то Вот это риба джахилия А риба Насия Когда она заранее Заговариваете Это ты сам И есть конкретный риба Что значит С этой сделкой-то Тут еще один момент есть Который пока еще не говорили Дело в том Что машина Это товар Без рибавии Сам по себе И получается Товар без рибавии Поэтому Тут тоже как-то Ну ахамдулля Голова хоть работает Я очень рад Что думаете Да Это харам Это харам Это харам Все правильно сказали здесь Тут фактически Что получается Машина Это просто предлог Ибнаббас Помните говорил Я вам слова Ибнаббаса приводил Ибнаббаса Когда человек Когда он не получает вещь В принципе ситуация похожа А не просто Между двух денег Помещает товар Здесь машина То же самое Помещена между двух денег Он взял его Продал Потом покупает Отдает Он деньги крутит Он свои деньги Правильно говорит брат Может быть он использовал Куда-то там срочно Ему нужно погасить Какой-то другой долг Он взял Продал подешевле Использовал деньги Потом откуда-то с другого взял К этим деньгам Прибавил еще И отдал Эта сделка будет харамом Эта сделка будет харамом Эта сделка у нас запрещена И ученые по этому поводу говорят Подобная сделка является Разновидностью риба И запрещена Потому что вы фактически Отдаете в долг Вашу машину В долг Получая замен Что-то лучше этого А что мы говорили Любой долг Который приносит пользу Харам Ты отдаешь свою машину Ему в долг Он же тебе уже должен машину Но он тебе такую же не отдает Он тебе отдает Это же правильно Ты говоришь не рабовие Но тут-то это получается Он все Оно получает заменную другую И лучшую И человек получает За свой трандулет там старый Он получает лучшую И выигрыш Эта сделка харам Эта сделка говорит харам И ученые согласны с тем Что любая прибыль Которую получает кредитор От заемщика Является расставщичеством Ибн Кудама Рахимулла сказал Каждый долг В котором подразумевается Возврат С дополнительной оплатой А здесь как раз таки Возврат С дополнительной оплатой Является харамом И нет в этом разногласий Ибн Аль Мунзи Рахимулла сказал Ученые единогласны Что если кредитор Указывает на то Что заемщик должен вернуть что-то Деньгами Или подарком А здесь он должен вернуть Он должен более Уже они договорились Более лучшую вещь вернуть Они договорились вначале И еще кроме долга То получение подобной Дополнительной платы Является Риба Риба Передана от сподвижника Уба ибн Каба Ибн Аббас Ибн Масуда Что они запрещали любой долг Который приносит Прибыль Аль Мунни 4.211 Поэтому Что в этом случае Говорит дальше Это фатва номер 115.815 Вам следует покаяться И просить прощения За этот поступок В отношении Поступка родственника Который продал машину За низкую цену Ему следует заплатить Вам реальную цену Заплатить вам реальную То есть если он продал Эту машину За какую-то низкую Ну примерно Мы же знаем Сколько машина стоит На следующий день Примерно Ну 100 тысяч А он ее за 60 тысяч Загнал Чтобы быстрее ее Он должен ему 100 тысяч вернуть Потому что он его Шлагит шейф Почему? Ему следует заплатить Вам реальную цену Которую стоила машина На момент Когда он взял ее у вас А не цену За которую он продал ее Почему? Потому что ваша сделка Была недействительной Недействительной И то, что он сделал после, дешево продать машину, является неправильным. Неправильным является. Он фактически обманул. Но вы можете отказаться от своих прав. Простите вы отказаться от своих прав и принять цену, за которую он продал машину. Возможно, второй вариант. То есть человек может отказаться спросить ему. Тут еще есть второй вариант. Возможно, что вы продали ему машину. Допустим, да, не отдал долг, а продал. А не дали ему в долг. То есть вы продали ему одну машину в обмен на другую. В этом случае подобная сделка, что продал машину в обмен на другую. Почему? Ну, он его продает, скажем, да, он скажет, я тебе продаю машину, вот все, ты мне деньги, но не деньгами, он опять мою машину берет, более лучшую Цена лучшая машина Он продает своему, скажем, он не дает, все, убираем слово долг, он говорит, я тебе продаю свою машину, отдаю Забираю машину, но я тебе продаю за более лучшую Вот цена есть лучшая машина Вот я поэтому, что в этом случае? Харам, конечно, и в этом случае тоже харам И в этом случае, почему? Потому что вы продали ему машину в обмен на другую, более лучшую В этом случае подобная сделка также является запрещенной, потому что цена была неизвестна, здесь про это говорили правильно, и вы не знали, какую машину получите, вы не договорились об особенностях машины, кроме как то, что она должна быть новее, чем ваша, и его доводы неверные. В любом случае, было это продажа или долг, все это является запрещенным, первым, вторым вариантом. И ваш родственник должен вернуть цену машины, которая была в то время, когда он взял ее у вас, Аллаху известному лучше. То есть не просто он должен деньги отдать, а реальную отдать себе стоимость, потому что сделка недействительна. Машину уже не вернуть, а если было возможно машину вернуть, он должен был взять машину и отдать машину назад. Но уже он должен деньгами реальными вернуть себе. Понимаете, вот такие ситуации тоже бывают, риба. Поэтому мы должны головой думать. Следующая ситуация, иншаллах, с риба. Человек работает на фирме, и фирма предлагает ему процентный заем своим сотрудникам. То есть работник компании может получить заем в любом банке, например, банке, да, на строительство дома. Но он не платит проценты. Он не платит. Компания платит все проценты по этому заему. И работник не будет платить проценты. Но работнику придется платить налоги. Ну там вот, ну, обычные налоги в стране, в которой он платит, да, там, какие-то налоги, там, бухгалтер посчитает ему и так далее. Как в этом случае, сделка халяля или нет? Харам, поскольку здесь способствует на веку вот этому стимулирую. Он и является согласованным. Еще мнение. Все согласны? Я же не буду рисуя, а то проценты, если я не буду ставлять, то есть компания? Компания, ты работаешь, компания, трансфер, компания хорошая. Говорит, иди бери в банк. Бери заем, дом себе строй, дом мне, двери в банк, в Кировске переезжай. А мы проценты в банке сами заплатим. Ну вот мы и работаем головой, чтобы и думать-то. Выясняет, халяль или харам? Я поэтому и говорю такие жизни, потому что такого сейчас полно. Нас это окружает, братья. Нужно долг отдаст, полг отдаст? Нет, почему? Он долг отдаст, но без процентов. Тут я имею в виду, что человек, да, работает в компании, он не будет платить процент. Взял он на миллион, он миллион и вернет. За него процент этому банку заплатит эта компания. Ну вот, своим сотрудникам хочет поощрение сделать. Не помогайте друг другу кричать. Почему неопределенно? Миллион, беру миллион, возвращаю. Срок известен. На год мне, например, дается. В чем такая неопределенность? Единственное, я не плачу проценты. Ну, налоги заплачу, проценты плачу. Халяль, харам. Еще. Как у вас сразу с головой стало работать быстро, когда вам деньги даются в ханала? Нет, братья, это харам, конечно, правильно сказали. Что сказал посланник Алсалям? Тот, кто дает, тот, кто берет, тот, кто свидетель, записывает. То есть ты являешься пособником этой сделки. И ни в коем случае там участвовать нельзя. Ни в коем случае нельзя участвовать. Все они суть одно. Все они суть одно, и будут прокляты языком Мухаммада в день суда. А если ты заключаешь с фирмой своей договор, ты заключаешь с ними договор, они тебе просто так в карман, даже устно это будет договор. Устно тоже договор. Ты заключаешь договор с ними, что они заберут с банка. Ты способствуешь тому, что фирма брала проценты и платила, поэтому это запрещено. Это запрещено, это деньги будут харам. Мы в эти деньги дела не должны. Помните страховку? Когда даже медицинская страховка будет платить в конторе, все ученые говорят, нельзя ее пользоваться, нельзя ее брать. Мы страховку разбирали с вами тоже. Два занятия этому посвятили. Поэтому человек не может участвовать в таких операциях. В страховке есть и риба, и все есть. И здесь конкретно риба. Неважно, ты заплачешь проценты, или за тебя заплатит твоя компания проценты. Это все суть одно. Ты в этом участвуешь. Из-за тебя эти проценты создаются. Если все сотрудники откажутся, и не будет харама. И фирма не будет платить процентов. Поэтому это и есть харам. Ученые говорят, не позволится ли работнику брать подобный заем, долг, так как он является одной из сторон сделки. Достоверный сумм не сообщается, что тот, кто совершает риба, тот, кто платит, или записывает, или тот, кому записывает, и тот, кто свидетельствует. Все они одинаковы. Имам Муслим 1598. И похоже, что компания получает заем, то есть долг, если работник подаст заявление и будет сотрудничать с компанией для получения контракта под проценты. А Аллах сказал правильно, сказал аят. Не помогать в зуб грехе. Сураль Майда. Второе аят. Нельзя. И работники не должны иметь ничего общего с подобной сделкой. И они получат награду от Аллаха за отказ от этого. И Аллах даст им нечто лучшее, чем то, от чего они отказались. А Аллаху известно лучше. Это фака уляма. Поэтому в таких сделках нам быть замешанным харам. Даже если кто-то говорит, да возьми, я за тебя заплачу, ты ничего там можешь быть. Не фирма. Какой-то у нас близкий друг есть, да? Он не мусульманин. Он говорит, да, ладно, вам мусульмане, вы какие-то упертые. Нам все равно. Я не мусульманин. Бери, я тебе вот хочу помочь. Мы с детства друзья. Возьми, идем в банки, возьмем. Вот миллион тебе на, ты миллион отдашь, а там будет там 50 тысяч. Для меня это копейки, я заплачу. Все. Это то же самое. Это то же самое. Ни в коем случае в такой сделке участвовать нельзя. Ты являешься одной из сторон этой сделки. И будешь проклят языком Мухаммада. Я вас спонталю, где-то суральмайда, второй аят. Не помогать в суду грехи. Поэтому такая сделка у нас будет запрещена. Еще ситуация. Мы все знаем, что налоги платить нужно в стране. Страховку, вплоть, налоги. Мы знаем, что это неправильно. Что это несправедливо. Да и сами люди, местные все это говорят. Жители не только мусульмане. Но государство живет таким образом. Весь мир существует на расставщичестве. И вот такое задают вопрос шейхам. Можно ли, так как налоги это харам, можно ли поставить банк деньги, а вот процент из этих денег заплатит налоги. То есть ты уничтожаешь налоги. И ты своими деньгами не платишь. Банк тебе дает проценты. Твои деньги стоят, а ты ни копейку оттуда налог не плачешь. А вот эти харамные деньги банковские ты отдаешь за налоги. Что в этом случае? Риба, ты же не взял эти деньги. Государство собрало у тебя. Усаймин, когда страховку платишь, да, он сказал, с проклятием платите. С проклятием. Тут совсем другая ситуация. Тут ты в страховку идешь, платишь с твоего кармана. А тут ты в банк кладешь, я поэтому обращаю внимание. У вас процент, а? По налогу. По налогу. И ты с банковским процентом. Они сразу перетекают, и ты даже можешь перевести свои счеты. За налог заплатить именно ту сумму, которую ты набежал и отдал за налоги. Все. У тебя в ноль вышло. Что в этом случае? Почему? Вы даете им полностью свои деньги, а они за насчет этого нам дают проценты. И эта процент отдаёт налог. Угу. Машалла. Я закалал хайр. Ничего мнения? Все согласны? Халяль? Харам? Там был людей, куда-то сделает, и как просто перекрыл эти динамики. Халяль. Еще. Брат, вы здесь не можете их не вызвать? Они кладут. Вот вопрос и в этом заключается. То есть они не хотят свои деньги тратить на харам. Они не хотят свои деньги платить налоги. То есть если ты можешь не платить налоги, да, ну каким, ну у нас невозможно так, конечно. Допустим, гипотетически, человек может не платить налоги. Или страховку, каска. Тогда ему каска оформляет харам. И здесь человек тоже не хочет платить налоги. Он хочет ими же деньгами, банковскими, скажем, государственным перекрыт, и государственный налог. А свои деньги у него остаются. Что в этом случае получается? Зачем свои деньги хватит банк? Там он в суду, а он не получает. Я не знаю, вы головой думаете. Я сейчас скажу, иншалла. Я пока вам просто работаю. Динами не нужно хватить банк, и они нельзя налога. Потому что эти деньги ты не будешь платить налоги. Но ты, если на Украине будешь держать эти деньги, тогда ты этих денег заплатишь, налоги. Налоги все равно заплатишь. Тут вопрос в чем? Чтобы сохранить свои деньги, раз, не отдавать их в харам, то есть налоги. И чтобы этим харамом перекрыть их в харам. Здесь еще есть принцип, вот наименьший вольфа, мы его так не рассматривали, но нужно узнать, от чего слов больше, от нехладной налоги или от вот этого. Мне кажется, что ребятушки больше от нас. Ты так решил, да, ахамду, да. И просто положим деньги, а то же вынутили, да, или там, что-то, какие-то... Не, никто не вынуждал. Человек хочет положить деньги, чтобы вот эти проценты получить, и свои деньги он не хочет тратить на эти налоги. Он хочет их же проценты взять и им же отдать. После одного банка другой перевести и все. Машала. Но ты не можешь этого сделать. Тебя в тюрьму пасает. Если налог не будешь платить. Можно, чтобы вот эти проценты получить, я тем самым... Ты все равно заплатишь налогу? Ты все равно заплатишь налогу? Какая разница? Это с твоих денег заплатят. А он со своих денег в банк никогда в жизни тебе не заплатит. Хорошо, да, это, конечно, харам. Чубханула, это, конечно, харам. Смотрите, вот тут вопрос такой. Каждый, кто находит в стране, где я живу, обязан платить налоги. Иногда эти налоги слишком высокие, иногда нет. Некоторые считают, что страна не имеет права собирать налоги с людей, но это мусульмане. Поэтому они сводят деньги, полученные от клада в банк под проценты. Что может сказать на этот счет? Нельзя класть деньги на хранение в банке, основанных на риба. За исключением случаев, когда необходимо защитить деньги. Если нет исламского банка, тогда человек вынужден. В этом случае человек может положить деньги на счет, который не приносит процентов. Таким образом, из двух зол, это то, что ты говорил, выбирается меньше, так как нельзя приступать к границе необходимого. И постоянно комитет Ляджина Дайма спросили. Я студент, живу в Британии. Я вынужден платить налог государству, как, например, дорожный налог МДС, со всего, что покупаю, кроме еды и детской одежды. Теперь здесь ввели новый муниципальный налог, который собирается на поддержание социальных объектов. Парки, бассейны, обучение, восстановиться в центре и так далее. Мы не пользуемся всеми этими услугами, по причине того, что они противоречат учению нашей религии. Мы пользуемся лишь некоторыми из них. Мы должны оплачивать, он в реалах, говорит, от 3 до 4 тысяч реалов каждый год. Это большая сумма. Ну, если на рубли, это примерно, говорит, 32-35 тысяч рублей. Мой вопрос, могу ли я положить деньги в банк по 12%, чтобы выплачивать с полученных процентов эти налоги? Так как оплата этих налогов затруднит меня. И шейхи уляма ответили, вам нельзя открывать счет основан на процентах для того, чтобы выплатить налоги с полученных процентов, так как имеется общий запрет на расставщичество, правильно. Шейх Абдул-Азиз Ибн-Ба, шейх Аль-Разах Афифи, шейх Аль-Абдуллахидан Гудяньян дали такую фатву. То есть это делать нельзя. Это делать нельзя. Поэтому тут такое клин-клином не получается, такое не подходит сюда. Это харам, ты лезешь. Если тебя вынуждает, шейх Усамин тоже сказал, вынуждает заплатить, ну с проклятым, что судный день ты с них потребуешь. Но харам, харам, перекрывать нельзя. Харам, харам, перекрывать нельзя. Это относится ко всем, кто желает выплачивать налоги с процентов. Но, вторая ситуация. Но если человек сделал так, не зная, не знал, что на деньги начисляется процент, и узнав об этом, он желает покаяться, и избавиться от денег по процентам, то он может потратить их на выплату налогов. Он может, если не знал. Если не знал, у него деньги в банке были, он потом раз, проценты ему сказали, нельзя, харам там накопилось, у него налоги, он может эти налоги погасить вот этими процентами, может. И шейхи говорят, что это возможно. Потому что, как мы уже до этого говорили, тоже фатва, да, то, что эти деньги не являются так, а даже если ты возьмешь и потратишь их, это просто ты себе камень шею снимешь. Ты обязан этот денег избавиться. Ты отдашь бедному или кому-то, но тебе, как садака, не запишется. И в этом случае ты можешь заплатить налоги, так как ты не знал. Но дальше продолжать нельзя. Кстати, насчет дисконтную карту. Пока я не забыл. Вот тоже информация пришла, если мы купили дисконтную карту, и мы не знали, можно пользоваться. Так как в этом тоже есть благо. В этом есть благо, там, скид какие-то и так далее. Но больше покупать нельзя эти карты. Вот так же в этой примерной ситуации. Если человек не знал, он взял дисконтную карту. Дисконтную как купил, там, в ленте где-то, на заправке купил, там, еще где-то, не знаю, купил, да. То есть сейчас можно пользоваться, так как в этом случае есть для нас польза, но больше нам покупать такие карты нельзя. Только если они даются бесплатно. Если даются бесплатно, можно брать и пользоваться, сначала? Потому что многие спрашивают, я не знал, что ответить. Если ты купил до этого, можно? Вот до сегодняшнего дня можно. Вот ты же узнал, что они харам? Они харам, брат. И ты с сегодняшнего дня уже нельзя их покупать тебе. Тебе их нельзя покупать. Тогда для тебя там харар, там сделка неопределённая, ты не знаешь, что ты покупаешь. Поэтому это запрещено. Но если ты купил до этого дня и не знал, что они харам, можно пользоваться. Дальше ничего, проблем нет, так как в этом есть какая-то польза для мусульманина. Вот такой ответ. Теперь, смотрите, очень у нас актуальный вопрос. Очень актуально. Все занимаемся торговлей. Штраф за задержку. Штраф. Пиняк. За задержку. Как в этом случае быть? Потому что мы все занимаемся. Кто-то нам срывает поставки, кто-то обещал там две недели, месяц протянул. Что в этом случае делать? Что в этом случае делать? И вот вопрос. Внимательно слушайте и пусть голова иншала работает. Я работаю на государственные учреждения. Когда мы закупаем товары, то в случае, если сумма превышает 100 тысяч или срок доставки превышает 15 дней, то мы берем поставщика 10% как гарантию, которая может быть удержана в случае задержки. В случае задержки. Является ли это дозволенным? Как вы думаете? Вопросы все актуальны. Мы с банками работаем, мы участвуем, мы в РИБАУ. Ты видишь, даже, брат, не знал, ты можешь купить скидочную диску, а ты уже попал. Это гора, брат. И у тебя харам все твои деньги. Если нет, это харам. Это, по-моему, аналогичное страхование, где ты платишь за задержку, а не стоит. Еще раз считаю вопрос. Я работаю на государственные учреждения. Когда мы закупаем товары, то в случае, если сумма превышает, то есть большая сумма, или срок доставки, который поставщик нам говорит, превышает 15 дней, до 15 дней договорились, а потом начал превышать. То мы берем у поставщика 10% как гарантию, которая может быть удержана в случае задержки. Является ли это халяль? Как они вернутся? Они взяли с него? Он проштрафился, понимаешь? Он должен поставить тегетшу? Да, он 15 дней, брат. Ну вот ты фруктами занимаешься, 15 дней тебе поставить, и через месяц кисель приплыл. Зачем тебе он нужен? В этом случае 10% примерно такая ситуация, да, скажем. 10% они с него сочетают. Или врать его ногтами занимается, да, он брат луком. Тут много кто торгой занимается? У них свой клиент там ждет, они там, возможно, не заключили сделку, но могут заключить. А тут срыв поставки, и объект ушел, деньги потеряли. Канал 100% гребаев и гребаев. Реба, почему? Долг превышает год. Ага, еще. Я вам говорил, что за большой период времени можно уничтожить цену. Да, заранее я говорил. Не, это да, я вам говорил, что если ты в кредит продаешь, то можешь уничтожить цену. Да проблем никаких нет, ученый говорит. То есть, если сейчас ты продаешь 100 рублей стоит, а брат тебе говорит, я тебе могу отдать через полгода. Но там процентов нету. Тут мы 10% забираем. То есть мы договорились о цене. Тут вопрос другой. Там, который имам Шаф и другие разрешили правильно, там говорит, а что? Если ты мне купишь через полгода, я говорю, ну цена изменится. Ты мне сейчас дашь, вот забирай товар, 100 рублей, а через полгода он для тебя будет уже 150 стоит. И ты развиваешь на это полгода и даешь мне деньги 150. И там никаких процентов нет. Ты мне плачешь 150 рублей. Тут халяль. Хочешь, бери, хочешь, я тебе сделаю предложение. Нет, скажешь, ну все, до свидания, я сейчас дальше буду продавать. Проблем нет. А здесь, то есть они цену оговорили. Тут тебе говорит, если цена 100 тысяч, или он срывает поставку, и они с него 10% учитывают. Удерживают, то есть. Что в этом случае? Вот у нас постоянно это, у нас постоянно происходит, все тут торговлей занимаются. И все хотели бы наказать, конечно, его, но боятся. А вдруг это харам, вдруг нет. Вот сейчас сначала будем разбирать. Кто-то не знает. Как не знает? Он проштрафился, он должен в течение 15 дней переслать, а уже прошло 17 дней, скажем. Все их не устраивает. Ну какие-то свои соображения, что-то у них там, убыток какой-то произошел. И они 10% с него удерживают. Известно же? Известно. Как же, как мы с тобой рассмотрели, если должны быть по сходу вернуться за время, он дает товар, вот в этом случае. Мы говорим про мусульманина, да, человек до мусульманина, даже в него суд харам отдавать, когда он не может. Дать ему надо отсрочку, Аллах спонтально дает. Это другое. Тут торговые отношения, там долг, а здесь партнерские торговые отношения. Тут один поставщик, он поставляет поставщик, а я покупатель. И он мне не поставил товар, не поставил. Из-за него у меня произошли убытки. Вы вопрос не поняли. Если по-другому подойти, ты у меня занимаешь 100 рублей, я тебе его через месяц отдашь, а если ты не отдаешь, я тебе 110 отдашь. Да нет, почему опаздывает, что ли харам это? Я что-то первый раз такое слышу. Я специально сказал, другая ситуация, брат, немножко запутал тебя. Конечно. Первый мнение принимается в Джаза Кохай. Как вы задерживаете, допустим, эти несколько дней, да, то за время платите деньги, три бар. Три бар, все. Хамдуля. Джазаку малахарим, пусть Аллах вам всем благом воздастся в этом, в том мире, иншалам. На самом деле, это халяль. Просто вопрос не слышали. Я вам два раза прочитал специальный, сделал интонации голосом. Тут смотрите, я потом брата запутал, он правильно все сказал? Вот он все сказал правильно. Он сказал все правильно, Машалам, он суть уловил. Смотрите, когда мы закупаем товары, то в случае, если сумма превышает 100 тысяч, или срок доставки превышает 15, то есть я плачу деньги, а мне доставляют товар, то мы берем поставщика 10%, как гарантию, которую может быть, то есть 100 тысяч я должен заплатить. Я ему отдаю 90 тысяч. 10% держу, 10% держу. И говорю, вот если ты мне через 15 дней не дашь, они у меня останутся. Я вам говорил, вопрос вы не поняли. Разве тут есть какой-нибудь процент? Все в том время, а у него 10% нет. А вот и так и взяли же. Вы поймите, суть, брата, мы с тобой заключаем договор. Я тебе плачу деньги, ты говоришь, там, мой товар столько стоит. Вопросов нет. Давайте лук, популярную вещь. Ну просто начнем пример. Лук мне нужен. Я хочу взять лук, да. У меня тоже там есть на него свои какие-то виды и так далее. Я хочу тоже торговать бизнес. Я у братьев, у тебя или у братьев закупаю. И говорю, сколько стоит лук? Они говорят, 100 тысяч. Я говорю, хорошо. Сколько вы мне поставку? Мы, ну, соберем, пока упакуем мешок, пока туда, там, очистим его. Две недели нам. Хорошо. Две недели, если не сможете, вот вам 90 тысяч, тогда 10 тысяч у меня в кармане будет. Тогда ваша цена упадет на 10 тысяч. То есть 10 тысяч я все в кармане, как неустойку оставляю. Поняли? Это другой вопрос. Сам вопрос. Халяля нет. Ученый говорит, халяль. Тут никакого риба нет. Я же не переплачиваю. Я наоборот. Цена падает. Цена падает. И вот смотрите, что получается. В том, что у поставщика, у поставщика, а не тот, кто платит. Если он с меня возьмет, он скажет, ты мне должен столько-то, а ты 10 дней не заплатил деньги, теперь мне должен столько-то. Вот это риба. А тут наоборот ситуация. Я зачитаю ответ, да, и фатва уляма. Это важно. В том, что у поставщика удерживается сумма за задержку в поставке товара в определенное время, нет ничего неправильного. Это относится к штрафу, который дозволили уляма. Но если поставщик не выполняет обязательств и сумма штрафа превышает принятую, какую-то разумную сумму штрафа, да, ну, она не может быть 90% шума. Тогда что, он тебе бесплатный товар должен дать, что ли? То он может обратиться к экспертам для расчета убытков, которые он нанес. И штраф покупателям поставщика, тут штрафуется поставщик, а не покупатель. За задержку в доставке является дозволенным. Если он выражается в уменьшении суммы оплаты, я уже не буду платить столько. До 15 дней мне привезешь, 100 тысяч получишь. Больше 15 дней, 90 тысяч получишь. 10% все, я с тебя снимаю. Потому что твой штраф ты мне вовремя товар не поставил. И это халяль. И договор должен соблюдаться, договор должен соблюдаться. Если он выражается в уменьшении суммы оплаты в контракте, потому что это не относится к дополнительному заработку, это не мой дополнительный заработок, а является скидкой или снижением, является разновидностью наказания. И совет ведущего ученого Саудовской Аравии дал фатва, указывающего на дозволенность этого. Сейчас я вам эту фатву зачитаю. И статья о штрафе в контракте действительно, которую необходимо исполнять, если два мусульмане договорились, то это харам. Если он не исполняет, а я тебе теперь вообще не дам, тогда он будет перед Аллахом отвечать. Он уже себе грех сделал. Это про мусульман. Конечно, там не мусульмане, поэтому надо контракт составлять. Договор. Договор. И они тоже никуда не денутся. Пойдешь в суд подашь. Все там. Ну, как это будешь на них действовать. Вот. Указывающий на дозволенность этого и статья о штрафе в контракте действительно, который необходимо исполнять. Если нет законных причин, не выполнять условия. Если есть законные причины, то в этом случае штраф не налагается, пока причины не исчезли. Например, ну, снег дороги завалил, ну, как он тебе там при машине? Это от него не зависит. И поэтому в этом случае, когда это естественная причина, и от него требовать, или штрафы, это глупо. Я не знаю, там, наводнение, буран, там, еще что-то, пожар там случилось. То есть независимые от поставщика причины произошли, тогда ты не можешь у него брать штраф. Если сумма штрафа слишком высока относительно того, что принято 100 тысяч товаров, то ему говорят, что в этом случае штрафа будет 80 тысяч. То это неправильно, это несправедливо. То мы должны, говорит Уляма, обратиться к справедливости и честности и основываться на том, какой вред был причинен. И в случае разногласий необходимо обратиться к шариатскому суде, который должен вынести суждение, основываясь на мнении экспертов. И это Фатва Кибару Люляма, первый том, 214. И вот смотрите, это постановление номер 109 о штрафных санкциях. Совет Исламской Академии, правоведение Фикха, при организации исламской конференции в ходе своей 12-й сессии, созданной Ириаде, Королевство Саудовской Аравии, 23-28 сентября 2000 года, ознакомившись с результатами поступивших в Академии исследований на тему штрафные санкции, заслушав дискуссию по этому вопросу, с участием членов Академии специалистов и правоведов Акихов, постановил. Первое. Штрафные санкции, предусмотренные законами, представляют собой вид неустойки, оговоренной соглашением, вот правильно протскал, между двумя сторонами и выплачиваем той стороной, которая нанесла ущерб в результате неуполнения или задержки выполнения договорных обязательств. Второе. Разрешается оговорить штрафные санкции как в составе основного договора. Мы говорили, что договор должен быть ясный, четкий и понятен. Так и при помощи дополнительного соглашения, заключенного до того, как возник ущерб. Третье. Штрафные санкции могут быть предусмотрены всеми финансовыми договорами, за исключением, внимательно, основой, которой является долг. Основа, которой является долг, поскольку любое увеличение долговых обязательств представляет собой рост РИБА. Поэтому покупатель не может быть оштрафован, потому что это будет РИБА. Штрафные санкции допустимы, дальше редученные в этой ФАТВА. Например, в договорах подряда, по отношению к подрядчику, заключил с ним подряд, а он тебе провалил все сроки. Вот ты смело его наказывай, потому что ты дальше должен сдавать объект, а тебе пришел там сварщик варит, на нем все работы держатся, и другие от него зависят, не могут ни крышу поставить, не могут ничего сделать, и все, и работа вся проваливается, и на тебя те уже начинают давить. Вот ты его должен наказывать. Проблем нету. В договорах подряда по отношению к подрядчику, в договорах поставки по отношению к поставщику, а не к покупателю, в договорах поставки под заказ по отношению к исполнителям заказа. Ребята взяли на окна заказ, такой вот столько-то дней, а у меня зима пришла, дети заболеют, то я могу их наказывать, я могу включить договор в такой пункт, и это будет халяль. Тогда я им заплачу не ту сумму, к которой договорились, а там 10-15% меньше. Это будет им наказание за задержку. В этих случаях штрафные санкции возникают в случае невыполнения исполнителями непокупательно-исполнительно своих обязательств. Или задержки исполнения договора по срокам. Что опять-таки, там окна, или какие-то другие работы по срокам. Запрещено, улямая говорят, применение штрафных санкций в договорах о продаже в рассрочку в связи с задержкой оплаты. Ты не можешь, если кто-то тебе деньги должен перечислить, 15 дней договорились, а он тебе уже, прошло 3 недели, он тебе не перечисляет. Ты не можешь его штрафовать. Вот здесь будет риба, потому что он тебе должен. А любой долг, который приносит прибыль, это риба. Это риба. Понятно, да, теперь? Поэтому задержка платежей по причине неплатежеспособности заказчика, так и по причине его задержки, а также в договорах изготовления поставки под заказ, если заказчик срывает выплату оставшейся суммы. Я договорился с братом, они окна мне делают, я должен оплатить, они уже делают, а я не плачу. Они не могут меня заказывать. Потому что это будет тоже риба. Их я могу. Вот ислам так вот, фиг. Я могу наказывать, кто выполняет услуги, а покупать не можем. Потому что это будет явная риба, и она запретна. Четвертое. Ущерб. Компенсация, которая завершена шариатам, может включать в себя прямые денежные потери, имущественный ущерб и упущенную выгоду, но не моральный ущерб. Человек мусульман не может говорить, что у меня моральный ущерб, то-то-то. Ты должен считать конкретно. Моральный ущерб, это опять что у нас случится? Харар! Это непонятно что. Ты не можешь вставлять его на торги. А вот конкретно что-то у тебя случилось? Пожалуйста, отчитывай. Говорит, эксперты приглашали, клады обращайся и высчитывай с них. Пятое. Штрафные санкции не могут быть применены, если доказано, что нарушение договорных обязательств произошло помимо воли участника договора, а также в том случае, если нарушение договорных обязательств не привело к фактическому ущербу. Ну, допустим, продлили они все на 5 дней, но ничего не случилось. А вот ты решил вот наказать их? Нельзя так делать. Это несправедливо и нечестно. И фактического ущерба нет. Поэтому фатфа Ульяма в этом случае запрещает с них изъятие денег там, или же товар. Все сказал там, 10 стаконов привезли, одно окно тогда мне бесплатно указали, да, в договоре. Да, в этом случае тоже не можешь. А так можешь одно окно оставить бесплатно, а за 9 заплатить. То есть, понятно, поставщик, изготовитель, кто вот эти вот вещи изготавливает, он наказывается, но никак не покупатель. Потому что покупатель должен деньги. А если мы из его долга привлечем себе выгоду, тогда это будет харам и треба. Понятно теперь, это важно. Поэтому, когда вы работаете, вы спокойно можете записывать. Записывайте. Контракт такой заключать, не поставишь мне срок, я тебе смело включаю, там вот столько-то процентов, и мне тот, тот. Нотариус зарегистрировал, все, имеете право. У вас будет халяль. Весен. Но просто, я, например, раньше тоже сомневался, можно ли так сделать или нельзя? Не делаю. Кто не делал? Покупателя ты не можешь наказывать. Покупателя ты не можешь наказывать. А вот поставщиков, пожалуйста, просто мы сейчас вопрос сняли, что это халяль. Ну, это уже другой вопрос. Мы сейчас говорим о халяль или харам. А как воздействуют на них рычаги, брат? Ну, я тут не знаю уже. Тут надо руководить законодательством, какие-то суды там подавать адвокат. Там я уже не могу помочь. Покупатель, правильно? Да. Но он не наказывает. Ну, это уже дело его. Пожалуйста, дело его. Тут это же не обязательно. Это, мы говорим о том, что имеет право, это будет халяль. Имеет право. Не поставили мне товар, я имею право с них потребовать. Я буду прав. Я буду прав со стороны ислама. Сейчас мы же смотрим ислам, потому что любой товар, торговля, он должен быть халяль. Любой товар должен быть признанным со стороны шариата. Вот мы это смотрим. Я имею право потребовать, и это будет халяль. Но халяль имеет место только, когда имею в воде. А за деньги такие вещи запрещено делать. То есть это деньги тоже не поставлены. Я же говорю, ну, это так получается, ты покупатель. Если тебе задерживают оплату, конечно, не можешь наказывать. Потому что, если он тебе 100 тысяч должен, а ты говоришь, ты мне задержал оплату, теперь ты мне должен не 100, а он тебе не поставил товар. Ты говоришь, 15 дней прошло, мы с тобой договорились, как хочешь, я тебе 90 тысяч отдаю. Имеешь право. Да, если товар. И пусть он идет в суд, поэтому надо нам записывать эти вещи. Что ж скандалов не было, туда-сюда. А у тебя есть договор на руках. В случае, если вы его не поставили, ты у него забираешь проценты. Ну, навряд ли, конечно, в нашей стране кто так согласится, скажет, что это в одной стороне, непорядке, и так будет двойной. Это уже другой вопрос. То есть в данном случае страх является скидкой? Скидкой, конечно. Но это же потеря. Это же потеря для поставщика. Он тебе товар сказал по этой цене, он же тебе не может по этой цене дать. Он будет тебе, как в договоре, дешевле отдавать товар. И для него это будет убыток. Но ты имеешь право, это халяль. Следующее, у нас мало времени. Вот давайте золото возьмем, на этом еще закончим. Покупка и продаж золота в интернете. Есть же у нас интернет-магазины, да, которые торгуют золотом. Человек покупает. Почему? Интернет-магазин выгодная вещь. У него нету торговой площадки. Он не арендует помещение. Он не платит за аренду и так далее. В случае там многих-многих пунктов у него товар дешевле. Обычный магазин, что у них есть, они построили помещение, они должны вытащить деньги за помещение. Они или его арендуют, они должны вытащить деньги, они платят продавцам и так далее. А у него один человек там сидит. Один сидит, накапливает и все. Товар лежит на складе. Там где-нибудь вообще за городом может в каком-нибудь гараже лежит. И ты у него закажешь, он потом едет туда, с этого гаража берет, тебе отправляет. Вот, в принципе, схема такая. Схема такая. И вот как нам покупать золото? По интернету. Можно это или нельзя? Если смотрите золото, золото или нельзя? Смотрите? Я вам все доли дал. Я специально. Мы все разобрали со всех сторон, а теперь мы обдумываем жизненные ситуации. Потому что... А еще что сказал ради лавангу? Лучше запоминать хадисы. Использование их. Поэтому мы используем то, что мы взяли, чтобы в голове работало, человек понимал, для чего это все говорится-то. Вот я и говорю, золото или снижение можно или нельзя? А если, допустим, ты вот что, выгасил, она все сила, пока ты тебя дойдет, она поет за счет эту пилу, даже не сильно виртуально. Заходит из себя, она не меняет, не меняет, она не меняет. Еще мнение. Держаколхайм. Нельзя вопрос. В наличии мяча не видишь. Почему не видишь? Фото я вижу. В интернет-магазине сейчас везде фото есть. Что хочешь? Пылесос, там танк тебе продадут, я не знаю, там золото продадут. Это все известно. Там 5 грамм, там... Все это известно. Чистое золото. И тогда какая разница от права в Таджикистан сегодня в деньги, они через три дня получили. И что? А золотом что? Ну что, получается, халяль или хорам? А если это, допустим, купил в один день, получил другой, то хорам. Часы совсем другое. Это изделие. Мы золото говорим. Причем тут часы? Холодильник покупаем. Мы сказали, в этих вещах вообще нет проблем. Часы, пожалуйста, заказывай. А не золото. Золотое другое дело, все равно это изделие. Это изделие. Оно же не продается как золото. Мы говорим о золоте как основном. Потому что тебе часы продают как часы. Просто добавят стоимость золота. Но основном там будет написано часы такие-то. А не золото такое-то. Конечно нельзя. Какая разница? Ну ты заплатил все, и тебе товар идет, субханала. А потом тебе деньги нужны. Ты уже теряешь. Например, ты за два дня, пока тебе идет этот товар, ты его получаешь, и ты хочешь его продать. Это же свое золото. И ты уже теряешь. Или же даже не хочешь продать. Ты его получил, ты им отдал деньги. Правильно отправил? А потом курс скакнул. И ты уже смотришь золото, а оно стоит не пять тысяч, а четыре тысячи в руках у тебя. Я же говорил, если в один день обшар. Как ты с интернета в один день получишь? Я не знаю. Икана рука вылетит, отдаст что ли? А через два часа не может курс скакнуть? Вторник, если помните, девяносто восьмого года обвагу в один часа утра произошел. В один часа утра. Черный вторник его называют. Девять часов, мы с тобой делку заключили, ты мне должен был привезти в два часов. За это время обвагу произошло. И что тогда я получу? Ничего не получу? Вот об этом же не речь. Из рук в руки. Из рук в руки. За пятнадцать сутки не можешь чтобы курс поменять? Раз, и на твоих глазах там табло началось щелкать, совсем другая цена. Нашли, где вы там огромные залежи золота, и цена упала. Ну, допустим, гипотетически может быть? Может быть. За минуту может случиться? Поэтому из рук в руки. Никакой минуты пять-десять тут нету. А за такое время тебе никто никогда с интернета не даст. И поэтому это хора. Многие это пользуются интернет-магазинами. Изделие золотое. Изделие золотое это и есть золото. Часы тут другая категория. Это все-таки часы. Часы. Если там, конечно, золото, а потому что там какой-то сплав идет. А золото, изделие там, кольца, оно, они в основном граммами считаются. А часы же граммами никто не считает. Они считаются поштучно. Мы же про это говорили тоже. Поэтому это золото, серебро, оно чем отличается вот это поштучно? Весом. И в этом православе объединило всех в одном хадисе. Почему? Потому что вес объединяет их. А поштучные изделия у них уже другой ваза, у них уже другие категории. Там уже все по-другому пойдет, да. То есть получается все эти товары, золото, серебро, финицы, ячмени, соль, они все запрещены через интернет. Потому что да, если ты заплатишь деньги на деньги, ах! Биржа, будем завтра начать, про биржу. Давайте бирж пока ставьте. Биржа, вот я сегодня взял ее, но я просто не успел до нее дойти. Вот я постепенно иду. Золото найдем из интернета, а потом биржи будем разбирать. А так, в основе, это харам. Смотрите, что говорит Уляма, номер, фатва, 34325. Хорошо известно, что в Исламе при покупке золота необходимо производить обмен в то же время, когда производится сделка. Потому что посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал, золото за золото, серебро за серебро, подобное за подобное, одинаково за одинаково, из рук в руки. Если же обмен на одну вещь, на другую из этих, то продавайте, как хотите, только из рук в руки. То есть, если они разные. Имам Муслим, 1578. И шейхи говорит, покупка золота через интернет является сделкой, при которой нет продажи из рук в руки. Потому что вы посылаете им деньги, и затем они посылают вам золото, спустя время. Если дело обстоит так, оно так и обстоит. Ну как ты? Я даже способ не знаю, чтобы вы через интернет тебе мгновенно дали. Невозможно это. Невозможно. Если дело обстоит так, то покупка и продаж является запрещенной. И запрещено находить покупателей даже для этой компании, которая торгует. Допустим, ты устроился там, они тебе скидку дают или что-то. Это будет даже хорам находить для них покупателей и сотрудничать с ними. Потому что Аллах сказал, не помогают суду грехи и преступления. Аль-Маида, второй аят. Но если деньги и золото отменятся сразу же, говорит Уля Мада, то можно призывать к этому людей и привлекать покупателей, получая за это какую-то оплату. И мы просим Аллаха сделать наше имущество халялем. Да благословит Аллах Мухаммада и его семью и всех сподвижников. На этом, иншаллах, мы закончим. У нас уже Азан. Я прошел Асфанат, чтобы он нам простил наши грехи и сделал нас изысканных мусульман, которые боятся свою религию, держатся за халялем. Собрал нас под знаменем Пророк Мухаммад в день расчета и вел в сады Фирдау. Субхану каллаху мабихаммед ля и ля хлян тастафирку дубу и ляки. Баркаллаху фикум. Ну, что-нибудь в голове осталось, а то такое большое количество информации, лишь бы я боюсь, что у вас каши не было. Главное, чтобы вы уяснили, тот брат, вот Мухаммад говорил тот пример, да, когда мы говорили, если человек должен два мусульмана друг другу и один идет на него в суд подает, то должник оплачивает все судебные издержки. Ну, что говорит у ляма? Запрещено даже в суд подавать на своего брата мусульмана, если ты видишь, что у него бедственное положение. Ты должен ждать, запрещено там слово использовать, это харам. Потому что, ну, как он тебе, ну, что он, дом тебе продашел, останется без дома, там, семья голодная, мы должны любить, это и есть свойство любви между мусульманами, поэтому мы должны ждать. Но, если он специально задерживает, тогда, конечно, он оплачивает все судебные издержки, адвокатовые и так далее и тому подобное. И это халяль, это халяль. Здесь же поставка другое дело. Тебе срывает поставщик, не дает поставку, тогда ты его наказываешь рублем. Тут никаких проблем уже нету. Совсем разный. Там долг, а здесь товар забираешь. Это имейте в виду ничего. У меня вопрос, что-таки, насчет салет-магазина, поскольку это все разное, и все больше и больше разное. Мы вот это, мы и разбираем эту тему, да. Вообще, какие именно товары в карабах стоят? Ну, золото, или врусденье, что еще? Продукты? Ну, это биржа, продукты. Это уже биржа, да. Потому что, ну, ты же не закажешь килограмм пшеницы мне дайте привезить, там, или еще меня. Так никто не делает. А золото, пожалуйста. Кольцо, он потом что, 10 тысяч там стоит, это выгодно. А пшеницы тебе никто. А биржами, вагонами торгуют, ну, это завтра ничего. А другой есть новое, новое товар? А это проблем нет. Там же мы сказали, что, пять вариантов, у нас любое товаро пять вариантов. Первые три, какие условия? Нет никаких условий. Поэтому ты сейчас заплатил, тебе товар, нет условий? Да хоть там, там просто уж смотри, там, сок поставки, там, ну, как твои личные там, когда говорите, а так, ширят, некие условия тебе не ставят. Вот в два последних есть, поэтому я говорю, пять вариантов. Любой торговый, вы должны это помнить, тогда он ставит легко. На че будет использоваться этот балл? Ну, это тоже деньги стоят, правильно? Но тут немножко другое. Ты же им плотишь деньги, они тебе дают услугу, правильно? Я никаких проблем не вижу. То есть смотри, ты заплатил, чем больше ты покупаешь у человека, тем дешевле его товар становится. То же самое. У них товар что? Связь. Твои минутные разговоры, минуты, то есть они тебе делают оптом скидку. Одно дело, ты когда пришел на базар, купил за пять рублей что-то, а другой сделал пять тысяч. Пять рублей будет тебе одна цена, а за пять тысяч тебе будет уже за два пятьдесят вам продаться. Он имеет право так сделать? Имеет право. Почему нет? И тебе та же компания, сотового оператора, он говорит, положишь там на счет деньги, да, купишь у меня. То есть минуты стоят, минуты стоят, например, рубль, да, 200 рублей, ты положишь на счет и покупаешь 200 рублей. И тогда пять минут, они говорят, мы тебе еще даем, то получишь, ты за 200 рублей купил 205 минут. В чем проблема? Нет проблем. То есть тебе уже минута не обойдется рубль, а обойдет 90 копеек. Вот они тебе за твой оптовый заказ сделали скидку, и все. А с банком-то другое. Ты ничего не покупаешь у них, ты им дал деньги в долг, У вас обыкновение в торговлю идёт, вот и всё. На микрофоне есть такое, что там берёшь, и ты там не прислать тебе определенную сумму, потом столько же снимаешь, а, допустим, на Вилане там ещё по центу снимаешь. Я не знаю, это надо смотреть. Если они тебе дают деньги, а потом с тебя берут больше денег, то это риба. Там отсмотреть. Или же услугу это идёт. Я, брат, не знаю, просто не знаю. Разумеется. Если у тебя нет этого, ты мне тебя дают. Они дают тебе деньги в долг? А почему они тебе дают деньги в долг? Ну, они тебе фактически отдают минутой, правильно? Тоже я ничего не вижу проблем. То есть у человека деньги закончились. Но это минуты продаются тебе. Они тебе на эту же сумму, ты же деньги не берёшь. Ты же разговор тачишь и разговариваешь, правильно? Вот давайте думать логически, разговариваешь. Ты твои деньги не забираешь. Ну, допустим, ситуация. Мы же разбирали на той занятии. Если ты ко мне подошёл, и я говорю, товар стоит 100 тысяч, ты говоришь, у меня денег нет, я тебе через год отдам. Я говорю, брат, ну извини, через год 150 ты мне тогда дашь. Тогда цена будет 150. А в чём проблема? А тогда они тебе просто цену минуту увеличили. Раз у тебя сейчас денег нет, и ты им потом отдашь. Они тебе товар свой продают, но цена уже будет. Вот мы видели, да, ты заплатил, и тебе 90 копеек сделали в минуту. А тут у тебя будет минута, рубль 50 стоит. Нет проблем. В чём проблема? Просто они тебя увеличили, ты им заплатишь, но ты им за эти минуты, минуты, отдашь по рубль 50. И всё. Если ты, конечно, деньги на деньги будешь, там риба, а здесь у вас-то минута торговля идёт. Не вижу проблем. Дело не в минутах, просто хватит на счету ноль. Нужно срочно платить. Да и дело как раз таки в минуты. Причём тут не в минутах? Ну ты звонишь, надо срочно. Что ты делаешь? Ты чё, деньги используешь? Ты используешь минуты. А минуты стоят деньги, а? Деньги на счёт, да. Там деньги на деньги. Правильно. Но ты эти деньги на счёт, они условно, они же тебе не могут сказать, у тебя 30 минут, чтобы для твоего удобства было. А фактически они имеются в виду, что они тебе дали столько-то минуты. Там, например, тебе говорят, я так думаю, если они тебе говорят, мы тебе 100 рублей кинем, то есть ты им должен будешь до 30 минут. Если 150 кинем, ты должен за 40 минут будешь. Правильно, Деньги? Ну за минуты же. Просто для удобства расчёта они тебе говорят деньгами. А в основе-то минуты, ты же разговариваешь минутами. Я, например, ничего не вижу такого. Правильно, Деньги на радио, не знаю, что мы запрашиваем, но это так не объяснили. Они говорят, что когда... Не, наверняка есть. Наверняка есть. Просто мы, братья, наша ошибка очень в ногах. Мы не читаем договора. Все эти договора есть на официальных сайтах компании. На том же Билане, задействуйте на официальной странице, я уверен, там есть договор, который подробно объясняет, что в этом случае будет. Мы мусульмане. Вообще безграмотно. Мы не читаем договора. Мы подписываем. Ты можешь себе смертную кассу подписываешь. Поэтому это надо сначала прочитать, что там, как, почему. А потом уже думать, действует мне или не действует. Мусульманин раз нажал кнопку, ему говорят, если вы согласны, один жмите, если вы не согласны, ноль. Тебе дают право выбора. Опять что у нас будет? Иджаб, а Кабул. Они тебе сделали предложение, ты делаешь принятие. Они тебе иджаб дают, а ты Кабул делаешь. Все. У вас уже пошла торговая сделка. А так, я насколько знаю, они специально так не делают. И поэтому это все на сайте есть. Ты можешь отказ постоянно на ноль, жми, 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 и все не будет. Вам продают минуты, вы их покупаете. Это банковская карта? Ну, конечно. Если в этом случае и ты за услугу им платишь какой-то процент, да? По-любому. То есть ты 100 тысяч рублей положил на карту, сразу же их перевел, и они у тебя перевели, там, скажем, 99 тысяч рублей. Тысячу рублей взяли за услугу. Проблем нет, правда? Проблем нет. Просто тут одна проблема есть. Какая? Чтобы эту карту получить, ты должен долго с банком подписать. А правосуслям проклял того, кто подписывает и пишет. Ты все равно с теми, кто риба занимается и долго подписываешь. Поэтому, если нету в этом необходимости, то нельзя. Другое дело, что ко мне братья приходили и связной, связной банк тоже самое. Какая разница, как они называют? Это банк. И, например, в Таджикистан отправить деньги не получается по-другому. Через эту карту только. Тогда ты вынужден. Ученые говорят, когда ты вынужден, а просто так это харам. А сама карта, что я усамин, это абсолютный харам. Поэтому, то, что ты ее держишь, ты уже абсолютный харам держишь. Я же сейчас фатфа читал. Это абсолютный харам. Если нет другого способа перевести деньги, тогда да, в этом случае можно. Сейчас нас так зажали, такие тиски, другого нету. Способ. Что ты почта? Есть? Тогда используй. Да, но дороже. Ну и что, что ты... Субхан, тебе халяль интересует или дороже? Давайте разберемся, братья, что вас интересует? Халяль или дороже? Или дешевле? Тогда мы завтра пойдем и будем покупать себе в кредицию, купим дома, купим холодильники, купим еще что-то купим. У нас же все будет. Ну какой в этом толк? Это же харам, брать. Поэтому мусульман не смотрит дороже или дешевле. Извини меня, если свинина стоит 100 рублей, а говядин 200 рублей, что там, нам свинину кучу, что ли? Она же харам. И вопрос не стоит дороже или дешевле. Опять возвращаемся. Если ты вынужден, вы оцените сами, если вы в этой ситуации... Нет, вот, например, ребята здесь работают, у них семья там. Они вынуждены отправлять. Это один вопрос. А если ты ее просто так на всякий случай открыл, ну когда-нибудь пригодится, вот это уже харам. Если ты постоянно работаешь, и ты в своей работе столкнулся с тем, что ты не можешь эти деньги больше никак перевести, ты и так пытался, и так пытался, везде так получается, тогда что ты делаешь? Как говорят шейхи, находишь банк с минимальным процентом, чтобы минимальный процент там был. Например, Сбербанк, ну скажем, он такой общий по России развитый, там, допустим, минимальный процент, или же Альфа-банк. То ты смотришь, ага, Альфа-банк, Сбербанк, а если можешь обойтись, то надо обходиться и не делать это. Из двух слов меньше. Это Ибн Баус говорил, что если где меньше процента, это проблема новая. Никакие раньше, которые у Ляма были, вам ответ не дадут никогда. В старых книгах нету, потому что банков не было, электронных денег не было, карточек не было. Откуда они вам дадут фатфа? Поэтому современные ученые очень сильно про это думают и дают фатфа. Поэтому они говорят, что где меньше процент, там пользуйтесь. И поэтому человек даже должен здесь думать. Ага, у меня такая ситуация возникла. Я вот должен там деньги передать, но я никак не могу. Меня и там я отдернулся, и сюда пошел. Меня везде в эти карты засовывают. Теперь я выбираю. Вот передо мной 10 банков. Посмотрел с них. У всех у программы расписано. Прочитал, не линяйся. А не так, чтобы быстро подписал. Прочитал. В этом меньше процент получает. Прочитал. Вот его и надо брать. Да какая разница. Сама банка, карта, я тебе сейчас в фатфа привел, харам. Ты подписываешь уже договор харам. Пророк Солсалем сказал, что кто подписывает, ты с банком договор подписываешь. С организацией отдает риба. Мы же разбирали специально. Я для кого разбираю. Если ты даже на фирме работаешь, тебе говорят, возьми, мы за тебя процент заплатим. Человек просто берет долг и отдает долг. И он не платит проценты. Ты тоже в этом случае пересылаешь просто и не платишь проценты. Но это уже харам. Потому что ты в этой сделке участвуешь. Эти бонусы должны раздать бедным. Ну я не знаю, тогда что ты с ними сделаешь. Если какие-то есть, взять. Может бедным кто-то, да. Почему нет? То есть надо думать, как эти деньги исповедить. Это не будет садака, брат. Вы это серьезно относитесь. Ты должен от этого ерма избавиться. Она от твоей шеи висит. Ты перед Аллахом за это отвечать будешь. И на себя ты тратиться никак не можешь. Ты должен дать или садака. А что это у тебя? Карта, альфа. А он тебе нужен? Банда. А тебе зачем? Карта, банка. Вы, братцы, прежде чем глупости говорите, что ты думаете, а, субханала. Начинаете и мне мешаете, и тут цирк устраиваете. Карта, банка, тебе нужна харам? Завтра 10 я тебе принесу. Брат. Ты участвуешь в сделках с банком. Все равно. В любой, в любой карте написано, банк является собственником этой карты. И ты у них с ними в сделке. У вас сделка. А с банком сделки идет. Это харам мусульманина. Если у тебя нет вынужденности, ты должен избавиться от нее быстро. То есть лучше переводить в долг. Ну, как ты там, как ты, если есть другого? Я просто не знаю, какие есть инструменты финансового рынка. Конечно, надо переводить другим. Пусть ты потеряешь там еще 2 рубля или 3. Но ты спать спокойно будешь, брат. Это будет халяль. Чем ты с банком заключишь договор, и это есть харам. Все ученые идут харам. А сама карта, 6 тебе грехов сами, это абсолютный харам. Абсолютный харам. Ее саму держать уже нельзя. Если только ты, не подпринуждение. Но я не знаю, какие там условия. Выкинуть там, не пользоваться. Ну, как там? Это уже вопрос не ко мне, брат. Там какие-то, наверное, не знаешь. Еще раз повторю. Если есть возможность обойти эту карту, человек должен так делать. Это однозначно. Ричма в этом вопросе фатфа улема, то, что если ты используешь карту без надобности, ну, просто так удобно мне. Да тут вопрос не стоит не в удобстве, а в халяле и в харам. Аллах в Уране, 275 по 279 аят из Фральбакра, объявляет войну. Аллах его посланник с тем, кто сделает риба. И Павел Ксихам сказал, что будет проклят тот, кто записывает, дает, берет, и свидетели. И риба, самая низкая ступень, это зина собственной матери. Неужели вы хотите в эти слова зайти? Субханаллах. Вы думаете не о том, что это удобно, неудобно, дешевле, о том, что на какие-то наказание за это будет? А у вас в халяле вас потом припечатают, что будете делать? Ну, можно, если они партии, это паспорт, 8 раз, пол, раз, просто, или у вас, ну вот, видишь, значит, есть, я просто этот вопрос, я вам говорю основу, а пути ищите уж сами, я же не знаю, там, все же не могу узнать, какие переводы, я не перевожу деньги постоянно. Тогда это все карты, доходу это выкинуть нужно. Если, как ты говоришь, перевод, так и делаете. Где? Связной. Ну и все это переводи, тогда. А карта банка сама тебе не нужна. Ну и все тогда, ну делайте так, тогда зачем вам карта эта? Зачем карта? Если она сама зло, она потому, что карта связного банка, банка, харам. Да, сам магазин, который торгует телефоном, который делает, это не харам, но сам банк, он харам, с ним сотрудничать нельзя. Если вы через этот магазин переводите, да, он там через свой банк закинет, это уже не ваше дело. Как хочет, что он ваши деньги должен перевести, вот так и делайте. А эту банковскую карту надо выкинуть, убрать. Если нет выхода, если у вас организация к этому принуждает, это один вопрос. А тогда, когда ты сам это делаешь, это совсем другое дело. Поэтому смотрите сами. Я не знаю каждую вашу ситуацию. Если, опять же, как же пусть сам решает. Если он вынужден, вынужден, ему поставят такие условия, тиски загнали, что он не может бить карты обойтись. Там организация не перечитает ему зарплату, кроме как у него будет счет. Тогда, конечно, куда он денется? А если он сам идет и открывает, чтобы хранить там свои деньги, туда стоит. Совсем другой вопрос. Братья, я просто хочу вас призвать еще к одной вещи. У нас должна быть любовь ради Аллаха среди братьев. Я уже сколько раз про это говорил. Если один брат говорит, сделайте сабр, не разговаривайте, пожалуйста, потому что он тоже хочет знать. Он плохо соображает, вмешает. Я не слышу. Из-за этого настолько получается друг на друг кричать начинаем. В этом нет хайра. Проявите терпение. Он закончил другое. Просто сам сказал, что не перевивайте торговлю своему брату, не перевивайте сот на сто своему брату. Потому что это рождает между нами вражду. А когда человек говорит, что-то, он хочет что-то узнать. Надо немножко сабр сделать, руку поднимите и дальше будем двигаться. Немножко сабр. И на лагу масса оберим. Поэтому сабр проявляйте. В этом случае, брат, опять повторяю, если вы вынуждены, вынуждены, проблем нет. Если нету, то нельзя. Я же сказал, где меньше процентов, Сбербанк, Сбербанк, нам все равно, как он называется. Сбербанк, Раздатбанк, Забиратбанк, они все суть одно. Они все суть одно. Поэтому мы смотрим уже, где их меньше процентов. Если мы вынуть, там мы с ними уже заключаем, да если нет другого пути. Вот и все. У меня с Сбербанком зарплатная карта. Вот смотри, они перечисляют, но они не могут компания, где наличие не отдают. Они перечисляют только через банк. Только на карту. Лучше, да, так сделать. Не крутил твои деньги? Да, да, это лучше, конечно, будет. Да, да, лучше, конечно. Потому что надо зло, которое от этого идет, ограничить до минимума. Если мы деньги оставим там, чем больше ты будешь ханить денег, тем больше будет возможности у банка крутить деньги и получать процент. Это будет зло. Поэтому, если ты заберешь деньги, да, ты вынужден, но тогда ты ограничишь банка с работой с твоими деньгами. И тогда это будет меньше зло, что мы вообще вот такой ситуации можем сделать, потому что эта ситуация действительно сложная. И мы попадаем в риба в процент. И столько угроз насчет этого есть. Я вам все зачитываю. Это страшное дело. Мы должны бояться Аллаха. За это очень много проблем будет. И у многих барраката из-за этого нет. Барраката уходит, уходит. Почему? Потому что он в риба сидит. Давайте намаз прочитаем. Барракалаху фикум.